Всем привет! Я преподаватель и художник в студии МилиАрт. Меня зовут Дина. И сегодня мы с вами разберем урок по созданию космоса из эпоксидной смолы. Для этого нам потребуется эпоксидная смола с отвердителем, весы, красители для эпоксидной смолы, жидкие и сухие пигменты, респиратор, потому что в процессе замешивания смолы с отвердителем у нас выделяются пары, которыми вредно дышать. Непосредственно сам артборд, в моем случае 30 см. Также мы его предварительно будем грунтовать, чтобы у нас космос получился впоследствии красивым. Для этого потребуется кисточка и обычная акриловая белая краска. Стаканчики различного объема, размешиватели для смолы, газовая горелка, чтобы убрать догазацию, и также сальные красивые камушки, либо зеркальная крошка, тут у кого что найдется, кому что понравится, и обязательно фен, без него никуда. Также работать мы с вами будем обязательно в защите, то есть это перчатки, парточек, чтобы лишний раз не испачкаться, потому что смола не остирывает. Теперь можем начинать наш урок. Приступаем. Так как у нас артборд сделан из МДФ панели, он имеет коричневый цвет, и некоторые красители для смолы у нас полупрозрачные. Чтобы они не теряли свой цвет, свою прозрачность, для этого мы обязательно грунтуем наш артборд. Берем белый акрил, кисточку, смачиваем ее слегка водой, и в один-два слоя грунтуем. Теперь ждем, пока наш артборд высохнет. Для этого нам потребуется примерно 10 минут, так как акрил у нас сохнет достаточно быстро. Пока у нас сохнет артборд, будем замешивать смолу. На мою работу, напомню, артборд 30 см, потребуется 270 граммов смолы. То есть на две части смолы одну часть отвердителя. Соответственно, это 180 граммов смолы и 90 граммов отвердителя. Пропорции у нас очень важны, потому что если не долить отвердитель, то у нас работа просто не застынет. Если перелить, то застынет прямо в стаканчике. И теперь я обнуляю весы и первым делом наливаю смолу. Затем идет очередь отвердителя. Разница в пропорциях плюс-минус 5-7 граммов не критичная. И сейчас я беру размешиватели. Очень важно тщательно перемешать нашу смолу с отвердителем, потому что если будет недомес, у нас смола попросту не застынет. Размешиваем очень тщательно, но медленно, так как нежелательно большое появление пузырей воздуха. Обязательно со всех стенок, со дна. Занимает это примерно 5-7 минут. Готовность смолы мы определяем по ее прозрачности. То есть в момент, когда мы смешиваем компоненты, отвердитель и непосредственно смолу, она у нас начинает мутнеть. После того, как компоненты тщательно перемешались между собой, она у нас опять становится прозрачной. Смола у нас прекрасно замешана. И еще очень важный момент. Она у нас довольно быстро полимеризуется. То есть картину мы должны успеть нарисовать примерно за 30-40 минут. Все цвета выбираем, поэтому заранее. В случае с космосом у меня это красители компании Крафтсмен из жидких Торный, фиолетовый, белый и блю-грей. А также пигменты этой же фирмы Крафтсмен, Торн и Дав. Теперь мы смешиваем смолу с красителями. Так как у нас несколько цветов, есть дополнительные, есть основные. Основные я буду замешивать в больших пропорциях. Для этого берем стаканчики большего объема. Дополнительные в меньших пропорциях, значит берем стаканчики более маленькие по размеру. И первым делом я буду замешивать фиолетовый и черный цвета. Сначала распределяем всю смолу по стаканчикам. и теперь постепенно добавляем наши красители в смолу. четких пропорций нет. Примерно один, два, три, четыре, пять капель красителя. Берем шпатель, обязательно чистый, и перемешиваем до однородности цвета. Принимает это примерно пять-десять секунд. Далее добавляем черный цвет. Синего пигмента мы добавляем примерно также пять капель. Он у нас отличается от остальных тем, что прозрачный. И также в него для создания декоративного эффекта мы добавляем сухой пигмент. Он у нас блестит. добавляем примерно ну, две горочки. Далее у нас на очереди белый цвет. И вот мы добавляем две-три капли. и у нас остался последний цвет. это шторм. Я оставила для удобства смолу в большом стаканчике. И добавляем две-три горочки. Цвет у меня недостаточно насыщенный, на мой взгляд, поэтому я добавляю еще еще пару. После того, как все цвета у нас замешаны, можем приступать к созданию космоса. Теперь приступаем к разливанию смолы на наш артборд. для этого я поставила его на стаканчике. И теперь мы начинаем с основных цветов. Разливаем их в любом месте, где нам захочется. Размешивателем немного распределяем смолу, где нам надо. фиолетовый Затем берем фиолетовый цвет и также выливаем его на нашу поверхность. И теперь мы выливаем уже дополнительные цвета. Они могут немного заходить на основные на черный и фиолетовый. Субтитры Теперь будем использовать белый цвет, но не полностью. Для начала нам потребуется примерно половина от объема, который у нас есть в стаканчике. И тоненькой полосочкой начинаем поливать белый цвет. Теперь будем раздувать наши цвета феном. Фен мы держим почти вплотную, резких движений не делаем, то есть раздуваем плавно в любом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не обязательно раздувать всю поверхность аркборда, можно в некоторых местах выборочно. После этого я могу взять и немножко наклонить нашу работу, чтобы сформировать удачно композицию. Мы выливали не весь объем. Чтобы потом можно было в каких-то местах добавить еще белый цвет. Делается это по желанию. Можно оставить так. Можно опять раздуть. После того, как работа закончена, то есть мне все нравится. Я нигде больше не буду добавлять эпоксидную смолу. Я беру газовую горелку, чтобы убрать образовавшиеся в процессе замешивания эпоксидной смолы твердителем пузырьки воздуха. Горелкой мы будем работать очень аккуратно, с особой осторожностью. Долго на поверхности смолы не задерживаемся, иначе она может вспыхнуть, либо пожелтеть и потерять свой цвет. Пока! Горелкой мы с вами работаем обязательно под наклоном, то есть это не должен быть прямой угол, угол соблюдаем примерно 30-45 градусов. После того, как мы использовали горелку, можно приступать к декорированию нашей работы. Для этого у меня вот такие рассрачные камушки, их можно использовать в таком виде, а можно окрасить остатками смолы, что я и буду делать. Я высыпаю небольшое количество его фиолетовый цвет и перемешиваю. После этого беру еще один размешиватель и высыпаю наши уже окрашенные камушки в любое место, где мне хочется. Желательно это делать с краю, чтобы картина у нас смотрелась более гармонично и не был перегружен центр. Музыка Музыка Работу мы закончили. Теперь ждем, когда смола у нас полностью застынет. Для этого нам потребуется 24 часа. Музыка 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 Музыка